Дорогие соотечественники, так у нас повелось, так у нас получается, что для того, чтобы понять день сегодняшний, проблемы сегодняшние, нужна перспектива. И перспектива у нас обычно во времени и в пространстве. В пространстве – это когда мы пытаемся понять, что творится у нас в стране, исходя из международного контекста и, соответственно, во времени. Как говорят ученые, в деохранении. И синхрония, и диохрания. То есть, если мы в пространстве, значит, это диохрания, которая движется во времени. А синхрония – это то, что синхронно, это окружающее нас пространство. Ученые не зря придумали такой хитрый, запутанный язык – синхрония, диохрания, чтобы морочить простым смертным голову. А на самом деле речь идет о другом. О том, что настоящего не бывает без прошлого. И самое удивительное, что настоящего не бывает без будущего, если у человека нет мечты. Жизнь сегодняшнего дня превращается в нечто серое, обыденное, которое маркируется различного рода неприятности. Как-то непотизм, мы его называем еще куматризмом, расхищение государственной собственности, обман сограждан, политиканство, суды неправильные и много чего другого такого. Итак, для того, чтобы разобраться с тем, что происходит с нами, находящимися в промежутке между прошлым и будущим, и, соответственно, с окружающим нас пространством, мы пригласили в гости человека, который не просто философ по натуре, он на самом деле доктор философии, это советник президента, человека, которого я лично очень уважаю за его ум, за деликатность, за его порядочность, Корнелий Попович. Я Корнелий специально начал вот этой, показал, продемонстрировал нашим слушателям вот эти все фантазмы, диахрония в синхронии, синхрония в диахронии, это чтобы они не думали, что наука это вам раз, два, три, так ее легко простым человеческим языком объяснить. Но, тем не менее, наука при всей ее вот этой напичканности специфическими терминами, вот такими, как гоплогруппа, как там различные еще, там их просто мать-мужья. Вот может ли наука вот помочь нам понять, кто мы такие, откуда мы идем, почему мы так живем, что нас ожидает? Или это просто люди, которые занимаются в библиотеках, в лабораториях, там что-то изучают, какую-то генетику, какую-то там историю, архивы, лингвистику и тому подобное. Короче, люди, которые живут сами для себя. Или вот какая-то польза для простого человека, простого обывателя. Вот я вижу вот на столе у тебя вот карта и такое магическое слово «гоплогруппа». «Гоплогруппа». Расскажи нам, что такое «гоплогруппа» и какое отношение она имеет к нам. И особенно к тому, что к нашим молдавским фамилиям. Самая распространенная молдавская фамилия про Пуаторусу. Потом Руснак, Татару, Булгару, Сыр, Буарнаут, Албанец, Ляху, Поляк, Коман Половец и так далее, Сасу, Саксонец и так далее. Или конкретика вот эта, почему мы такие разнообразные, разного происхождения, значит, как это связано с этими премудростями науки, что говорит об этом история, генетика и все такое. Или это так возвышенно, а мы тут темные, ничего, как бы никогда не поднем. Уважаемый Максим Профессор, разрешите вас поздравить с прошедшим днем рождения, пожелать вам успехов, здоровья и новых достижений, в первую очередь. Большое спасибо. И все-таки я буду на стене. Ну, это в контексте того, с чего вы начали, что у каждого народа есть свое прошлое, есть какое-то начало, как и у отдельного человека. Тоже, когда-то человек рождается, он живет, творит и оставляет наследство своим, своим последователям, скажем так. Так и в истории отдельных народов. Что касается ваших, потому что вы задали очень много вопросов, и затронули очень много тем. Я как обыватель, вот обыватель, когда видит ученого человека, он говорит, да ну их там какие-то термины, какие-то понятия. А у меня конкретно. Когда ученые начинают использовать в своем дискурсе очень много непонятных слов, это уже вхождение в схоластику, то есть в такие дебри, которые никто, даже этот ученый не понимает, о чем он говорит. И главное, он начинает путать людей с тем, чтобы никто не понял, чем он занимается и за что он получает заработную плату. Что касается вашего вопроса о нашем крае, о нашей земле, о нашем народе, то я считаю, что мы живем в очень красивой стране. Страна наша красива не только с точки зрения, скажем так, природы, зеленый край, потому что в последнее время к нам приезжает очень много гостей иностранных, в том числе из Востока, из Запада, и говорят, как вам повезло с такой прекрасной землей, с такой прекрасной природой. Вот недавно приезжал президент дружеской страны, Белоруссии, и говорит, ну, земля у вас такая красивая, что она никогда не останется без хозяина. Обязательно здесь будет хозяин, но уже от вас зависит, будете вы этим хозяином или кто-то другой, потому что такая красивая земля, она не может оставаться без хозяина. Бывший председатель колхоза Лукашенко хорошо понимает ценность земли. И что касается исторических исследований, то исторические исследования доказывают, что на этой земле жили испокон веков люди. Жили различные народы. Одни уходили, другие приходили. Но эта земля никогда не оставалась пустынной. То есть без хозяина и без людей. И без людей. И поэтому мы должны сделать все возможное сейчас, чтобы наша земля просветала и в дальнейшем, и чтобы мы здесь оставались хозяевами на долгое-долгое время. А что касается прошлого, то исторические исследования, а в последнее время уже и, скажем так, исторические исследования в области генетики, то есть... Фундаментальная наука. Доказывает, что на этой земле спокон веков присутствует определенная преемственность населения. То есть менялась материальная культура. Одни приходят, уходят. А что-то остается. Менялись возможные языки. Но оставалось от генетических фонд населения прослеживаются определенные преемственности. То есть, скажем так, я как вот от телезрителей. Народы приходят, уходят, а гены седементируются. Это непрерывная традиция. И это доказано. И это не обманет никто. Никто не может проспекулировать, что мы откуда-то пришли и что мы пришли на рост, скажем так. И что еще интересно, вот последние исследования в области все, кого какое-то время считают пришлыми и становятся со временем местными. С точки зрения исторической генетики, скажем так, доказывает, что древнейшие вот эти группы, потому что гаплогруппы — это определенные генетические группы, скажем так. — Типа маркера, как штамп в паспорте. — Штамп в генетическом паспорте. — Генетический штамп. То есть, здесь прослеживается преемственность населения с древнейших времен. Вот по определенным исследованиям первое, одно из первых групп Homo sapiens, то есть человека современного типа, который проник... — Sapiens, то есть разумный. — Разумный, который проник в Европу. — Что не всегда подтверждается современными. — Ну, значит, что-то осталось, какая-то другая генетическая линия. — От живого. — Другого происхождения, да. То есть, они прошли через Анатолийский полуостров, перешли в Балканы. И вот одна из самых древнейших генетических линий, которая проникла в Европу где-то 25 тысяч, 30 тысяч лет тому назад, обосновалась на этой территории. — Подожди, одну секунду. Перед тем, как уточним группы, вот так, чтобы нашим телезрителям было понятно, дорогие соотечественники, вот то, что сейчас говорит Корнелий Попович, означает следующее, что представители вот этого нашего, как мы говорим сейчас, Homo sapiens, человек вроде как разумный, пришли откуда? С Анатолийского, то есть они проходили где-то мимо Константинополя современного, мимо Дарданелл, где-то так, и проникали на территорию Болгарию, и шли дальше. То есть, грубо говоря, территория нашей страны, Молдовы, оказалась на пути вот этого первичного потока заселения людьми Европы. Да. Так? И что интересно? Выходит, одна из первых европейских седиментаций, это Болгары и мы. Это на нашей территории, это на территории современного Балканского полуострова, в том числе и территории Восточный Карпат. И со временем вот эта гаплогруппа И, она распространилась по всей Европе. Но потом произошли определенные процессы, проникли новые течения, новые группы, новые гаплогруппы, которые шли... Новые волны. ...которые шли с востока, которые шли с севера. И, скажем так, этот ареал, который был создан генетически на территории современной Европы, он был разбит. Большая часть древнейшего вот этого населения была ассимилирована новыми мигрантами. Тогда у меня вопрос. Группа И, если бы, чтобы уточнить, она присутствует почти у всех европейцев, которые, я считаю, там и такими, и всякими, и всеми этими группами. У всех у нас фактически присутствует в большей или меньшей степени первичная вот эта группа И, которая пришла с Анатолии и через Болгарию, Сербию, Румынию и нам. Но что интересно, что эти гены могут прослеживаться в первую очередь по отцовской линии. Отцовская линия, и это еще раз доказывает, что на территории Восточной Карпат население присутствовало, присутствовал континуитет, то есть население, даже если сюда кто-то попадал, скажем так, то местное население сохранялось. Гены прослечивают до сих пор. По отцовской линии, потому что в древнейшие времена, когда определенную территорию захватывали другие народы, Хотя хранятся они в женских метахондриях, как я понял, да? Убивали в основном мужчин, то есть представителей мужского пола. В нашей территории прослеживается этот континуитет. Значит, наши мужчины, наши предки, они каким-то образом или защищали эту территорию от нападавших или просто-напросто уходили в более доступные территории, потом возвращались. Кормили, смотри, тут можно объяснить, наверное, вот я просто как математик, все такое, у меня мама кончила Тимирязевскую академию, она мне в детстве еще объясняла вот кое-что из генетика. Я понял так, что маркеры эти относятся к мужской линии, но хранятся они исключительно в женских метахондриях. То есть, может, женщины хранительницы вот этих вот мужских маркеров. Но я думаю, что мы сейчас не войдем в эти... То есть, мужиков могли перебить, а семечка от них через женские линии осталась. И что еще интересно, что вот проведенные исследования показывают, что представители древнейшей цивилизации, которая появилась на территории Европы, это кукутенская цивилизация. Центр этой цивилизации находилась в нашем пространстве. Что они в генетике говорят? Они были представители вот этой линии, вот этой генетической, древнейшей генетической линии на Европе. Вот этой, анатолийской. Анатолийской, но это и Балканской. Ну и Балканы, как рядом с ним. И что интересно для нас, что с точки зрения генетики представители кукутенской цивилизации Кукутень-Триполия имеют довольно много общего с жителями, то есть населения Западных Балкан, то есть Далмации, а также с населением современной территории, которая находится в восточнее Карпата, то есть Молдаван. Самое интересное, вот я, например, как-то путешествовал по странам Ближнего Востока, бывал там, меня всегда поражало, что некоторые очень древние фигурины, фигурки, по форме, вот скажем, из района Сирии, Палестины, Анатолий, это турецкая территория и так далее, и фигурины нашего Триполия, а ведь Триполия, это же когда было, где-то, грубо говоря, с пятого, где-то по третье тысячелетие до нашей эры, то есть это чуть ли не аборигены, но, понятно, они тоже пришли с этих, с югов, то вот эти фигурины по стилю, по назначению, к чем-то очень похоже, не говоря уже все эти, круг гумельница и прочее, болгарские, то есть какое-то вот удивительное сходство в культуру. Да, существует схожесть в культуре с древнейшими культурами, скажем так, эгейского пространства, то есть критская цивилизация, мекенская цивилизация, также цивилизация Ближнего Востока, в том числе и до, скажем так, Междуречия, Вавилония, Шумер и так далее. Но для нас, например, для меня важно и интересно, что на нашей территории существовало одно из древнейших мировых цивилизаций, потому что, когда существовала цивилизация, а что значит цивилизация? Были большие населенные пункты по несколько десятков тысяч людей, были и с двухэтажными постройками, были постройки в нескольких этажей, были дороги построены и так далее, то есть здесь была цивилизация, здесь была очень... Это в то время чтобы наши дорогие соотечественники знали, что вот Кукутень-Триполья, наша вот Трипольская, как говорят, Трипольяда, она существовала тогда, когда еще не было пирамид. Пирамид еще не было, еще... Не было вавилонских башен библейских, и в Египте. А у нас была цивилизация. В Египте люди занимались со всеми другими вещами, то есть там были еще, скажем так, еще дикие племена, когда у нас была цивилизация. И что... Поэтому плакаться, что мы какие-то отсталые, что у нас нет... И мы должны гордиться, что на нашей территории была вот эта древнейшая цивилизация, а с точки зрения генетики местное население, современное местное население, которое находится в восточной Карпат, имеет связь... Генетический след непременно пришел. ...с Кукутенской цивилизацией. А теперь маленький вопрос. Мы должны гордиться этим. И вот вы правильно сказали, это было несколько тысяч лет тому назад. И несмотря на то, что сюда потом пришли и римляне, и другие какие-то... Индо-Арии пришли, индо-европейские. Да, народы, то есть... Это позже было. Эта преемственность сохранилась. А теперь вот смотри, следующий такой интересный вопрос. Вот есть такое выражение, земля наша мать, а земля помнит все. Дети ее разумные, неразумные, родина из родины, мать есть мать. И что интересно получается? То есть, несмотря на то, что вот проходили народы, но вот эта преемственность генетическая, вот с этой группы, и там чуть ли не от Адама и Евы, если бы... И Евы можно... Один из Адамов. Один из Адамов. А на нее дальше пошли наслоения. Одни, другие, третий, четвертый. А вот континуитет есть. С другой стороны, с точки зрения культур. Вот берем Кокутень-Триполе. Вот я занимался этой культурой, потому что, когда я был послом в Китае, меня заинтересовало. Там есть культура Яншао, Мадзияо и так далее. И меня поражало сходство орнаментов. А оно не случайное. Вот. И когда стал сопоставлять эти вещи, и по времени, и по всему, оказалось, что вот от этой культуры, нашей Кокутень-Триполе, вот эти реминесценции передвигались и достигли Китая. Что самое поразительное. И когда знаменитый Лео Клейн, этот титан археологии, ознакомился, вот он написал послесловие к моей книге, он говорит, вот интересное дело. Мужик как бы занимается логикой, там математикой и прочее, говорит, а вот будучи там послом, посмотрел, сравнил, сопоставил, и говорит, а гипотеза, это, говорит, вполне жизнеспособная, говорит. То есть, исторически и археологически, и археологически доказать, о чем говорит, а говорит, что не только мы тут темные, отсталые и так далее, а мы были пейсмекером культуры, задавателем на больших пространствах. Более того, исторически, археологически, археологически доказано, существовал этот культурный коридор, который связывал восточные Карпаты, Балканы с территорией до Дальнего Востока. Есть вот этот коридор. И в последующие времена, в том числе, и вот эти кочевые народы, в том числе, и те же скифы, народы иранского происхождения, сарматы, а потом уже позже народы тюркского происхождения, которые проникали в Европу, они проходили в том числе и по этой территории, а также те же у графина и так далее. Вон скифы с Алтая, часть в Китай, а часть до нас набрались. И если говорить о материальной культуре, то вот есть очень много схожего в культуре скифов, которые присутствуют и на нашей территории, и на территории современной, Средней Азии. Аж до Италии доходит туда. Средней Азии, и в том числе и до Китая. Мы находились... От Китая до Италии где-то. Да, да, да. Скифский исследователь. Вот в этом пространстве, в мультикультурном пространстве мы перенимали культуру достижения различных народов. У нас были схожие, скажем так, элементы культуры. То есть у нас есть и гены скифов. И цивилизации. И гены скифов у нас в Синдемипремене еще есть. И если говорить о материальной культуре, то можно говорить о том, что вот известный Стронхедж, который существует до сих пор в Южной... Храм-обсерватории. Да, в Южной Англии, то подобные постройки или постройки, которые существовали по подобному принципу, были и у нас. В том числе и в Бутученах. Вот в Бутученах есть подобные остатки подобных памятников. А, наверху за церковью. Да, и это было бы, наверное, интересно, если бы мы сделали... Но ее раскурочили. Реконструкция. Там, говорят, был такой круг из камней, тоже какой-то санктуарий, то есть... Поэтому мы имеем территорию, которая имеет довольно богатую, скажем так, генетическую историю, то есть того населения, которое находится здесь. Мы живем на территории, где имеется довольно богатая история материальной культуры. Мы живем на территории, где есть очень богатая, скажем так, духовная культура. Языковая. Языковая культура. А что касается... А Конституционный Суд считает, что это ему неудачно. Я думаю, что мы до этого еще дойдем. Но что касается духовной культуры, то общеизвестны сведения, в том числе высказывания древних авторов, которые говорят о специфических верованиях, которые были у наших предков, у тех же фракийцев или у гетодаков. И вот эти верования, они имели очень много общего с вот этим мистико-религиозным течением, которое называется орфизмом, и который получил довольно широкое распространение, в том числе он был распространен и в Италии, и в Греции, и в других территориях. Греки его с древними пелазгами сказали греки. Да, и отсюда само название орфизм от орфея, которого они считали выходцем с нашей территории. То есть орфей, который приехал к ним в Грецию и распространил вот это учение. А, кстати, роспись Триполия, я смотрел критомиэкенские сосуды, да, с этими спиралями змеевидными, да, и что-то не очень шибко напоминает вот Трипольские тоже подобного рода спиральные символы. если говорить о духовной культуре, то вот если данном определенном исследовании, да, то если бы Европа не была бы христианской, то бы она была бы орфийской. То есть это вот это духовное течение, который имеет корни тоже в нашем пространстве, то есть в северных Балканах. А что касается, если мы вернемся обратно к древнейшим цивилизациям, то вы правы, очень много схожего в памятниках духовной культуры, в символике, в изображении различных культовых изображений, которые присутствуют и у нас, и в южнее, то есть в цивилизациях то-балканский блок, регион, он еще тот. В цивилизациях кита или мекенской цивилизации, в том числе культ быка, который сохранился долгое время, и вот это изображение присутствует в том числе и в современной символистике, которая распространена на этой территории. И чтобы мы... Посмотрим монеты Стефана Великого, Александра Доброго. И чтобы мы... Бык, звезда, Сарь, Лилона, Солнце, Луна. Кто-то над этим шутит сейчас, но это культовое изображение, которое имеет... И оно очень древнее. Которое имеет очень древние корни, и мы должны гордиться, потому что этот символ, эта символистика... наши общие предки. Это наше, и это принадлежит тому глубокому... глубокой цивилизации, которая и древняя цивилизация, которая здесь находилась, и последователями которой мы являемся. То есть мы можем сказать вот так после такого краткого экскурса о том, что территории вот эта Карпата-Балканская, вот эта вся зона, это в Европе не отсталая, как представляют ее обычно. А тут какие-то Карпата-Балканские, там, партизаны, калашников и так далее. А тут на самом деле то та горловина, через которую с юга первые человеки, первые хомо-сапиенсы, мужчины и женщины прошли на территорию Европы. И мы видим здесь седиментацию всех вот этих генетических слоев самых различных времен, вплоть до последних, вот мы упоминали молдавские фамилии, и культурные, и символику, и ритуалы, и очень древние архаические обычаи. И это все принадлежит вот этому единому Карпата, необычайно богатому в культурном генетическом плане региона. А нас хотят представить так, вы тут все какие-то архаики, отсталые, мы на западе продвинутые. А между тем, как вот с тобой обсуждали, в те времена, когда еще не было ни Вавилонской башни, даже не было еще пирамид Хеопса, Хефрена и так далее, вот этих египетских, а у нас уже здесь были города, по тем временам, считай, мегаполисы, по тем масштабам, да, буквально два-три этажа с определенной структурой, инфраструктурой, то есть была самая настоящая цивилизация. А мы, которые считаем себя вечно какими-то убогими, отсталыми, мы, которые в центре Европы находимся, чуть-чуть сдвинуто к югу, да, тем не менее, между Атлантикой и Уралом, принято считать, да, вот мы такие темные, мы недалеко, и скажи, пожалуйста, что вызывает в человеке, чем опасно это ощущение незнания, неуважения собственных корней, собственных предок, богатства, разнообразия различных корней, вот этих, нет ли приводит человеку такое, да, кто мы тут такие, да, поехали на запад, поехали на восток, на заработки, а что тут у себя, вот чувство хозяина, зависит или нет от знания, что это земля твоих предков, земля тех, кто, вот мы говорили фамилии Русу, Татару, Булгару, это же все наши, скажи, опасно это или нет, или вот это чувство, что нам тут говорят, да мы тут темные, вам выскакивают на экраны вешанные, эти умники, нам пора стать европейцами, да мы ребята ими всегда были и раньше, чем кто-либо другой, вот или или это чувство не важно, вот патриотизма, любви к родине, к корням, важно или нет? Это очень важно, вот тут я как советник президента, вновь, ребят, я не буду комментировать, мы говорим о государственности, что касается нашей государственности, что касается чувства, хозяина на этой земле, то возможно, то, о чем вы говорите, объяснимо определенными политическими интересами, которые преследуют кто-то и которые считают, что Молдова не должно существовать как государство и это нехорошо, это неправильно, это тот, который ставят под сомнение необходимость существования данного государства, Молдова, он подпадает и под, скажем так, как говорил классик, под уголовный кодекс, потому что нигде, ни в какой стране нет специальные органы, скажем так, которые следят за правопорядком, не следят за тем, чтобы люди не предпринимали действия против государства и государственности. А у нас, а у нас, а у нас это, как ни странно, сейчас, но это модно даже даже модно для некоторых. Но я думаю, что скоро это все поменяется, все вернется на на круги свою. А что касается нашей истории, у нас очень богатая история. У нас, мы имеем чем гордиться. Мы коснулись только древнего периода. И только частично, но у нас были и другие периоды, славные периоды в нашей истории, когда такая маленькая страна, как Молдова, смогла остановить продвижение полчищ, скажем так, других народов в ту же Европу. Мы их здесь остановили, если не случайно, нашего господаря Штефана Великого назвали атлетом Европы, тот, который смог остановить. Именно благодаря Молдове были восстановлены и определенные важнейшие центры духовности на тех же Южных Балканах, тот же Афон. Православие специфичные для Карпата-Балканского региона. И не случайно нашего Штефана Великого считали, как одним из защитников в православии и императором, то есть, последовательным Византийской империи. То есть, мы имеем, чем гордиться. Проблема состоит в том, что мы, как писал и Дмитрий Кантемир, не очень знаем хорошо свою историю, это плохо, но ситуация сейчас осложняется тем, что существуют силы, которые не хотят, чтобы мы знали свою истинную историю. И впаривают нам не нашу историю. И поэтому странно, например, что в наших школах преподается не история Молдовы, что там ставятся акценты не на наших героях, не на нашей истории, не на наших традициях, а на каких-то других традициях. Государственных. Потому что вот недавно кто-то спросил в контексте того, что происходит в Кишиневе, спросили многих учеников в школе, кто такой Карл Шмидт. И никто не смог сказать, кто такой Карл Шмидт. Это тот самый мэр, который... Потом взяли, например, учебники истории, с тем, чтобы посмотреть в истории, в учебниках истории, которые сейчас в школах, упоминается ли это имя или нет. То есть откуда детям знать. И там только сквозь что-то написано. Но люди забывают о том, или те, которые ответственны за эти учебники, забывают о том, что этот человек, который изменил статус Кишинева, который превратил Кишинев из села, из села, превратил в город, в город, в столицу этой территории. Незнание истории это очень опасно для общества. искаженная история еще опаснее. И поэтому если государство существует, если существуют государственные структуры, они обязаны иметь свою историю, своего государства, объективную историю своего государства, своей территории. Еще раз повторяюсь, в том контексте, что мы имеем чем гордиться. У нас есть свои герои, у нас есть свои достижения, у нас... У нас есть свои корни. У нас есть все. И на этих корнях мы должны воспитывать в том числе и будущее население, будущих граждан нашей страны. В противном случае мы будем иметь усуглубление той ситуации, которая у нас сейчас есть. Мы воспитываем детей, которые не знают историю нашей страны, которые... Которые чувства родины вот это ущербно. Далеки от этого чувства и не случайно более 85% молодого населения планируют уже уезжать из страны. Да, у нас плохо. Да, у нас есть определенные социальные проблемы. Но это все исправимо. Потому что, как говорил один умнейший политик, нет бедных стран, нет богатых стран, есть хорошо управляемые страны и плохо управляемые страны. И вот в начале нашей передачи... Управляются только нотабене те страны, где у людей есть чувство хозяина. И вот в начале нашей передачи мы говорили, что у нас богатая страна, богатая земля, у нас подготовленные люди, у нас какие достижения добиваются те же наши дети, в том числе и за рубежом. У нас все есть. Но почему-то мы бедные, почему-то наша молодежь хочет уезжать отсюда. Значит, что-то нужно менять, что-то... В менталитете. В менталитете и в руководстве страны, в управлении страной. Да. Тогда возникает, как говорится, вот я люблю такие беседы, потому что в них все... Один вопрос вытекает из другой. Иногда даже не один, а целый эспект. Это как наша история. Все запутанно, но очень все богато. Все чрезвычайно богато. И поэтому очень легко людям запутать, запудрить мозги, хоть говорят. Вот теперь следующее. Мы говорили об очень важном моменте, вот характерном вообще для всего Карпата, Бакалканского региона. Вот есть вообще в последнее время большой интерес вот в мире стал возникать ну скажем так именно к нашему Карпата-Балканскому региону, куда и мы на полнейших правах входим. Мы тут, как говорится, присутствуем с древнейших... Мы у себя дома. Да, вот именно с древнейших времен. И что составляет вот это богатство интерес к музыке Карпата-Балканской, кино вот сейчас пошло вперед. Да и мать мучи, очень интересно тут вещи происходят и внимание Европы и всего даже мира. потому что если мы возьмем фильмы там Куштурицы или там Горана Бреговича, где я слышу то в Калашникове, то в Молдавиняску тарам-пам-па, то я слышу там какой-то балканский другой напевок. Это еще раз доказывает, что мы имеем очень древние корни на Балканском полуострове и эта культура, эти корни дошли до наших дней. И вот что удивительно, вот когда это слышишь, значит в этом Карпато-Балканском регионе смешалось вот эти все пласты и когда посмотришь латинский пласт есть, конечно, есть латинский пласт, а славянский сколько угодно, а это самые куманные половцы, вот это как мы говорим Коман, Туанян, сколько хочешь есть, саксы, саксонцы, которые строили здесь крепости, тоже есть, то есть, вот такое вот необычайное богатство, у меня такой вопрос, не это ли является причиной того, что мы вот живя в такой маленькой стране, но настолько богатой, генетически, культурной и так далее, маленькая, малюхтенькая страна, вот на карте, так сказать, мира, мира, я вот в Китае помню, там был глобус, значит, мировой, и из камня очень китайцы красиво инкрустировали, и вот там, где Молдова, они вот все-таки молодцы, маленький-маленький камушек вкрапили, такого красивого, морковного, оранжевого, желтого цвета, и когда я про Достас спросил, что это такое, он говорит, страна, я говорю, а какая страна, он говорит, не знаю, но раз здесь есть камушек другого цвета, это страна, то есть все равно мы на карте отмечены, а вот в культурном плане, и так далее, если взять пикап, перкапи, там, на голову, на одного пересчете, у нас культура довольно развитая, и посмотрите, в бальных танцах, там, чемпионы наши, дети Европы, шахматисты у нас тут, балога и другие, а какие у нас математики и алгебраисты, вот был Андронакевич, а тополог у нас какой прекрасный, и в общем, я могу... Не в медицине, не в других областях, то есть, и мы такие бедные при таком богатстве. Поэтому китайцы были правы, это был драгоценным камнем, то есть, даже он был маленького размера, но это драгоценный камень, и я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы этот камушек драгоценный, никто не... Чтоб хозяином были. Чтоб хозяина этого камня были мы. Мы говорим, хозяином надо быть. А у нас как получают? Мой, ну, эсен, тем хозяин, лануэнцар. Мы, ты, ешь, хозяин, на тени, инцар. Вот ты, лагроки, или если, вот ты, ламагари, или если, я вот перевожу сейчас для русско-рассичных, что если ты себя считаешь хозяином, так будем. Смотри, чтобы у тебя ям не было грязи, чтобы порядок был, чтобы не воровали, не таскали. То есть у нас чувство хозяина кончается на разговоре, что мы как бы тут хозяева, а когда надо работать и действовать, предпочитаем убежать куда-то на восток, на запад, чем наводить порядок у себя в стране. К сожалению. Ну, я думаю, что пришло время наводить порядок, потому что промедление, смерти подобное, как говорил другой классик в недавнем прошлом. А что касается того, о чем мы вы говорили, то да, нашу судьбу мы можем только сами определить. Несмотря на то, что мы маленькая страна, несмотря на то, что у нас довольно, скажем так, большие соседи, несмотря на то, что здесь, в этом регионе есть огромные интересы различных стран или групп стран, мы можем доказать и мы можем сделать все возможное, чтобы мы здесь оставались и быть хозяевами. И даже если мы маленько... У нас многонациональное население, это опять наши богатства, языки, культуры, традиции. А что касается взаимоотношений с нашими соседями, то мы великую политику, внешнюю политику не сможем создавать, но мы умную политику должны... Держать нос по ветру надо уметь. Должны это делать. То есть мы должны быть друзьями со всеми и исходить из своих интересов. А что касается вот этого богатства, многонационального, много лингвистического богатства, которое есть у нас в стране, то мы это обязаны сохранить, потому что это нас индивидуализировать, это наше достояние, это наше достояние, это наше прошлое, это наше настоящее, и я уверен, что это наше будущее, потому что без этого Молдова может просто-напросто исчезнуть. И не случайно за последнее время определенные силы, скажем так, которые против государства республики Молдова начинают расшатывать вот эту ситуацию, которую мы смогли сохранить в течение последних 26 лет. скажем так. И вот начинают проповедовать необходимость изменения в Конституции, чтобы там изменить название языка. Зачем? Если сейчас все спокойно и всех это устраивает, зачем нужно менять? Затем кто-то говорит, что нужно вести вектор внешнеполитического ориентации. То есть кому это нужно? Если у нас общество, скажем так, наполовину одних на Восток, на Восток, на Запад. Зачем делать приоритет кому-то? Всех в одно время. Это приведет опять же к расшатыванию ситуации. Это нам не необходимость. Затем последнее решение конституционного суда насчет закона 89-го года. Был закон. Он появился в определенных условиях. Этот закон успокоил ситуацию в стране. Он функционировал, как он функционировал. Венецианская комиссия назвала его самым удачным национальным. Более того, на этот закон делают ссылку в современной молдавской конституции. В последних статьях конституции делается ссылка на этот закон. То есть, он был фундаментальным. Все нормально было. Зачем нужно дразнить ситуацию? Зачем нужно торпедировать ту гармонию, которая сложилась в нашем обществе? Значит, кому-то нужно. Но нам населению Республики Молдова, нам, гражданам нашей стороны, те, которые хотят, чтобы Молдова существовала, этого не нужно. Одни спекулируют тем, что этот закон старый, что он потерял свою актуальность и так далее. Что значит старый, не старый? Таблица умножения очень старая. Я вам скажу еще одну вещь. Есть страны, в которых существуют законы, которым по несколько сот лет. В Британии возьмем. Зачем менять? Зачем менять? Зачем дразнить кусей? Значит, кто-то пытается расшатать ситуацию перед выборами, которые будут или в конце этого года, или в начале следующего года. В том числе и то, что происходит сейчас в Кишиневе за последние огни, которые умом понять нельзя. Но кто-то это делает. Помнишь, говорят, умом Россию не постигнешь? Я думаю, Молдову еще труднее умом постичь, чем тоже в России. Может быть, Молдову можно понять, отдельных товарищей нельзя понять. Отличный был. На этой замечательной ноте 40-45 минут наше пролетело. почему? Я думаю, что было тоболе высказано и поддержано, и вопросы задавались, исходя из того, что это для всех нас очень важно на самом деле. Я с вами соглашусь, более того, скажу, в контексте тех событий, которые у нас происходят, скажем так, в области спорта, я думаю, что это первый тайм. Мы потом сыграем еще один тайм, но немножко позже. Первый тайм мы уже отыграли. Спасибо большое. Успехов. И спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Корнелий Попович, советник президента. Мы специально как-то не очень подчеркивали этот момент, но я думаю, что по его ответам мы понимаем, что руководство, высшее руководство нашей страны, оно прекрасно ориентируется в пространстве, во времени, в истории и прекрасно понимает, что мир многополярным стал, мир стал многоцветным. Да, трудно жить в многополярном мире, в однополярном все построились дружно, пошли Бог знает куда. Мир сейчас стал многополярным, многоцветным, а в многополярном и многоцветном мире жить гораздо интересней, гораздо больше шансов, но и очень опасно жить по старым лекалам. Спасибо за внимание, потому что настоящие лекалы нам задает только линия, которая идет от всех наших многонациональных общих предков. Будем уважать наших предков, будем любить нашу мать, родную, нашу кормилицу, та, которая нас вела на свет и опираясь на мощь и дух символов, на мощь и дух наших предков, которые потом и кровью пролили эту землю и горькую цену заплатили за ее государственность, особенно во Второй мировой войне, мы должны все это помнить и двигаться вперед и только вперед. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович